Бывают лисы от нашего льха, которые собирают в лесу с фагона, тоже бывают там улитки. Там, кстати, бывают и многоножки. Муравьи. Сейчас, кстати, мог какой-то зараженный из многоножки наш отечественный. Врачи был абсолютно чистый. Сейчас как-то вот это странно. Но я не исследовала этот вопрос, не спирал, так, но как-то странно. По статистике получается. Муравьи. Муравьи, они сладкоежки, они забираются на бутоны. Там, где течет мертар, могут сидеть везде. Могут клюв натаскать, а клюв бороться еще хуже. Поэтому мы их тоже сразу же травим. Не разрешаем им там жить дома на подоконнике. Всех их, в общем, лучше. Так, теперь болезни. Как я говорила, черные пенели у нас заболевание у котлей редкое. Но встречающиеся. Обычно приезжают. Когда приехали, мы увидели. Знаете, как бывает это ужасно. Одна из бульс может быть такая черная, мягкая. Когда нажимаете, изменить, течет такая жидкость. Еще воняет. Режем сразу все. Все режем. Срез присыпаем стриптовицином, стриптоцитом толченым, фундазолом. Весь фабстрат вытряживаем вообще. Всю котлею обрабатываем. Можно фитосполином. Ну, это для профилактики. Срез мы с вами обработали. Если у вас что-то происходит дома уже вдруг. Это бывает от того, что заболевает от пониженной температуры. Бывает, наверное, заходишь где-то на подоконнике, особенно вот близко к стеклу, если даже может льдом окрыться. Потом болеет. Тоже все сразу отрезаем. Ничего не оставляем. Можно тогда срез, если это домашнее. Потому как это, скорее всего, грибковое заболевание. Обрабатываем фундазолом. Прямо-то из пакетика раз на него. И страт вокруг тоже обязательно. Сухим. Ничего не надо. Просто потому что срез, когда вы делаете влажный, отрезаем до зеленого. Чисто-зеленого. Все растение, естественно, протираем. Вот. Обсыпаем фундазолом. Ну, там сам борошочек прилипает сразу на срез. И все вокруг субстрак. Вообще все-все-все-все. В сквальне. Ну, это я так делаю. Мне помогает. Да, все коричневые и черные пятна на листьях. Отчего они бывают? Коричневые пятна. Воды черные. Ну, как я уже вчера говорила, это может быть, значит, вы опрыскивали на солнце, эти капельки они как-то прожигают. Или капли остались, и вдруг у вас понижение температуры, критическое. Ну, допустим, меньше 40 градусов. А у вас растение все опрысканное. Опрыскать нельзя, я вам говорю, только летом в растении. А вот. То есть, естественно, появляется, оно только как бы покрывается. Потом черные и коричневые пятна бывают. На листьях от клеща садится грибок, так называемый сажистый грибок. А вот. Чем мы это все лечим? Если коричневые и черные пятна, как бы, усеяли в пол, ваше коричневые листья, я их отрезаю. Ничего такого мне не оставляет. Вот так. Листья отрезаем. Остаем, оставляем где-то чуть-чуть. А вот так все отрезаем. Понятно, да? То есть, не просто сдираем у него вообще все, так все другой будет. А вот так крашик. Так. Дальше. Ожоги. Ну, все знаете, что такое ожоги. Мы при ожогах ничего не делаем. Вылечить это, как бы, ничего не поделываем. Лист не станет уже в лесне. Ублюдаем. Если ожог не подхватил что-нибудь, то есть, это вот, как листовая, какую-нибудь инфекцию. То есть, он так достался, пятно не увеличивается. А вот в каком же ожог выглядит? Вот он. Вот в фотке. Значит, чистый зеленый листик. Где-то в каком-то одном месте такое пятно. Какого-то желдоватого цвета. Оно, как бы, вот видно даже в лесковой прожилке. А по краям оно черно-коричневое. Это пятно. То есть, желтый цвет ожог. Просто выжигает, бывает, на скопе. А по краям желто-коричневый цвет. Так, даже иногда черно-коричневый цвет. Вот. То есть, мы, если петло не распространяется, но все такое, мы его оставляем. Если мы увидели, что оно, значит, инфицировано чем-то уже, ткально-истовая, на месте ожога, лист тоже мы отрисаем. В таком случае, у котлей, что просто, это не футбол. Листья всегда можно обрезать. Почему страшно в этом нет. Ну вот, дальше. Вдути на листьях, так называемая водянка. Это полив холодной водой. Смотрим, если он у нас образовался. То есть, такие вот, как волдыри. То это часто бывает от полива холодной водой. Или холодной водой. Или даже просто переохлаждение. Кто-то любит устроить просушку, там, значит, при упаковке просушка, охлаждение. Будьте внимательны. Такой может появиться, если вы, как бы, слишком перестанете поливать, и перестанете, или, наоборот, поливать, носите холодной водой. Котлей вообще всегда любит очень теклую воду. Выше комнатной температуры. Почернение нового роста. Частая болезнь. Если, допустим, у вас в кашпо стоит, в кашпо вода. Все кормят в воде. Может быть, даже весь кашпо залит водой. Вот. Или просто вы слишком много поливаете. А у вас температура 18-20. Новый ростик, как самый нежный, он может почернеть и загнеть. И тогда мы обязательно не оставляем его, этот загнивший, черный ростик. Мы выламываем, вместо смазываем фундазолом. Это понятно, да? А если все в порядке, растет такой новой ростик, срезанный, что ли? Ну, если не распространяется ничего? Нет. Так, каждый новый рост растет. Хорошо растет. Новый рост срезанный. Не чехольчик получается, а черный рост. Так, присыпаем все фундазолом сверху. И субстрат, и все растение. Когда вы видите, что нормализовалось у вас, новый ростик, свеженький, крепенький, то этот субстрат весь убираем. Идет новый рост. Это как раз время за пересадки. Самое лучшее. Убираем все. Растение промываем под теплой водой. Все гнилые корни все отрезаем, потому что как это будет база для развития грибка. Вот. Убираем. Оставляем только беленькие, хорошие, чистые корни. Просыпаемся фундазолом. Лежит оно у вас 5-6 часов. Сажаем в новый субстрат. И сам внутри держим посохший. А мох, тем не менее, сверху немного по краям может быть влажный, для того, чтобы ростик все-таки напитывался влагой и продолжал свой рост. Это вот так делится. Но это я про собственный опыт, чтобы они были здоровы. Есть такое заболевание. Появляется типа фитофтороза через... Идет от корней к растению. Дальше. Высыхание грибки. Ну, почему они могут высыхать? Первое, наперво, от недостатка влаги. Часто бывает, перед цветением котлея начинает смолчивать свои грибы. Когда спускается вот чехол, когда она сейчас стоит в чехле, и вы видите, что вот в чехле уже сейчас вот будут, он будет открываться, чехол. Вот в этот период очень часто смолчивается грибы, начинает смолчиваться. Обязательно надо надеть порив. Но не на растения, а тоже по субстрату или в кашпо. Вот так воду, чтобы она там стояла. Грибы немножко замачивать. Не замачивать ни в коем случае ничего. Сейчас я не знаю. Нет. Просто проливаем. И мы можем оставить воду на дне кашпо. Чуть-чуть. На уровне, где нажат только. То есть там, где у нас куски пенопласта. Тогда наши грибы накормятся. И еще я что делаю. Я удобряю немного. Начинаю удобрять в этот период для того, чтобы не запустить сморщивание. Это будет. Вот это самое большое, чего я всегда боюсь, это сморщивание. Потому что если они сморщатся до определенной стадии, получается такая картина. Это запущенное растение. У меня такие бывают. Летом вот. Едешь, допустим, там уже оранжевает 5 градусов. Пока я приеду и посмотрю, что происходит. Оно уже начинает высыхать. Это когда вот естественная причина от недоставка влаги. При том, что властность, ну что, 70%. Что все равно надо поливать. Дело в том, что очень трудно восстанавливать высшие растения. И рост идет следующий. Он плоский. Он настолько веселый, измученный. Он такой плоский. И так идет, кривенький такой. Но если повезет, то выкармливается. Если нет, то нет. Потому что что-то там внутри происходит. Бывает, что подключается другое заболевание. Типа размягчения тканей. Это вероятно, что то ли это что-то гормональное. То ли это какой-то паразит. Внутри псевдоболь в период ослабленности растения развивает свою активность. Опять-таки здесь надо помочь и корициды. Они воздействуют на то, что сидит внутри псевдоболь. Ну каким образом механизм воздействия, я не знаю. Но тем не менее улучшения бывают. И во всех случаях нам удается иногда вытянуть. Опять они все бульбы надуваются, становятся здоровенькими. То есть может быть вот это размягчение, оно как-то связано с высыханием. Потому что бывает, что просто высыхает. А бывает, что идет этот процесс, который я боюсь больше всего. Нужно всегда смотреть, чтобы ваши псевдобольбы, они здесь нормальный уровень еще, но уже не дальше. Дальше это уже тут. Можно отрезать эти корни, можно отрезать листья, но сама сердцеблоболь должна быть до авторности, что говорится. Но предсведение бывает такое, но и значительное. Для сморчивого нет. Это как бы она вся сбирается, все дает на цветонос, потом восстанавливается. Так, что еще я хотела сказать? Пожалуйста, вопросы. Про трипсы хотелось спрашивать. А, трипсы. Трипсы тоже октары очень хорошо. Но он, например, проблема в том, что, вот я говорила, что червецы якобы не летают. Все-таки говорят, нет. Трипсы у нас тоже летают. И грибные ковальки летают. И грибные ковальки летают. Трипсы, теорий коваль, он как бы прячется вселенной. Трудно ему так не раздреживать сегодня, только на картинках. Вот. Если он там был, то он погибает вместе со всеми, а так далее. Тоже нужно многократная, конечно, многократная обработка. Но те листики трипса, того, что он есть, является метким проколом на листе. Вы знаете, да? А у воздушных корней это образование перетяжек на местах проколок от трипса. Ну, мне кажется, с ним легко справиться. Гораздо сложнее с кляшом, в мой взгляд. Вон, да. Он может незаметно подкрадываться. А трипс, в смысле, маскируется под безобидного, в казалось, древнего ковалька. Хотя так, да, он тоже прекрасно. Вырабатывать можно, и не будет никакого комарька, и летающий червец. У меня это будет, как призрак, такой закат. Я не видела пока, что в какой-то червец живет так. Потому что, как он распространяется, не могут бродяжки с такой скоростью вообще лазить все горшки. И добраться там где-то высоко, вот что-то подвешено. Это только может тот сделать, который там. И есть какие-то специалисты по червецам? Хотелось бы узнать. Ну, знаете, все. Подскажите, пожалуйста, вот листики иногда как-то деформируются, и получается такая бежевая перетяжечка. И вот эти самые, когда цветоносы этот растение выбрасывают, то, ну, это я прохожу, поленосик, у меня такая безошарная гадость. И вот сами бутончики, они тоже какие-то становятся бежевенькие, не раскрываются, деформируются. А если какой-то цветок раскрылся, то вот он деформирован. Все эти перетяжечки сто процентов трипса. Это значит октарый, да? Да, октарый. Что же, скажу, как лечь может взять на окраску цветов, у нас сейчас распустилась максимум, то, что ты взрываешь, что там клещ, потому что мы были бутонки, я не обрабатывала, потому что боялась, что у меня будет цветение. И на самих цветах появились, в общем, какие-то там отёки, такие, а раньше у меня была цвета, у меня цвета, у меня цвета. Слышь может быть? Да, все что угодно может быть. Не верю, в том числе. Ну, верю, вряд ли, если у него изначально не было. Ну, я подозреваю, что я не забиваю растения другого. Кстати, может быть, я и рулятам от поработки. Может быть, от, знаете, от чего, такое выражение, цветок? От плохой колодии. В 2010 году, когда в Москве была жара, а у меня ещё то время было, и ужин был, и ужин был, и ужин был, и ужин был, и ужин был. У меня там стояли фраги. Они всегда, ну, я притеняла, росли, слили нормально. Так вот, в 2010 году, они чувствовали себя там ужасно. Мне некуда было их девать, а всё было вообще в дыму. Это был какой-то кошмар. И потом они цвели без губы. Да. Были только верхний сепарий, а губы не было. Вот такое поражение цветения. Может быть. Потом, пятнистость, неравномерность окраса. Может быть от обработок. От той же октара. От тех же препаратов от клеща. От фитоверна. Тоже может быть такое цветение. Причём, вот говорим, там увеличить октар. А корни. Идёт просто процесс почернения корней от ожогов. Я с некоторых пор стала как бы всё время всех обрабатывать и обрабатывать. Обратила внимание на то, что корни-то страдают. Если водочкой полить чистой, то он обработать. Если чистой водой полить, то потом обработать. Это говорят, что нам на мокрое растение, чтобы предварительно полить водой, а потом уже... Ну, это понятно. Тем не с ней все равно. Мы таких процессов ещё многих не знаем. У нас системная... Как она тогда питается? Если полить водой, тогда хуже будет? Ну, это подвезительная. Наверное, да? Сейчас пример. Здесь вот просто... Здесь тоже видно. Это всегда видно, когда опрыскивали по корням. Когда обрабатывали чем-либо. Вот. Ну, кроме вот зелени, которая тоже нарастает. Это естественно. Даже иногда и хорошо. То есть тоже... Я к чему это говорю, что разумно всё нужно делать. Все эти обработки. Наблюдать за каждым растением, как можно. Что там кто поселился или не поселился. Как она у себя чувствует. Ну и всё. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.